Большинство коммунальных учреждений и жилых домов готовы к отопительному сезону. Запланированные строительные работы завершены. Тепловые сети и трубопроводы отремонтированы и проведены в порядок. На эти цели из бюджета выделено более 3 миллиардов тенге. В течение нескольких месяцев коммунальные предприятия города готовились к отопительному сезону. За этот период отремонтировано около 6 километров теплотрасс. Чтобы привести в порядок и уменьшить износ сетей из бюджета, выделили более 3 миллиардов тенге. Топление в городе запустят, если столбик термометра в течение трех дней покажет плюс 10 градусов или ниже этой отметки. 15 котельных готовы к работе, сообщил руководитель отдела ЖКХ. Завершаются работы по теплоизоляции 7 километров 560 метров внутри портальных сетей. В мае текущего года проведено техническое обследование тепловых сетей предприятия, по итогам которого износ сетей составил 64,2%. После обследования КТЭК выделены средства в сумме 226 миллионов тенге на разработку 15 проекта смертной документации для конструкции 5,8 километров магистральных и внутрепортальных сетей. Кустанайский КТЭК обеспечивает теплом около 80 тысяч жителей. Сегодня дебиторская задолженность компании составляет 867 миллионов тенге, более 470 миллионов из которых не выплатили горожане, остальную половину бюджетной организации и другие потребители. Аким города Мараджан Дубаев подчеркнул, что такая задолженность является значительной суммой для коммунальщиков и поручил начать разъяснительную работу с населением. Для КТЭКа сумма почти 900 миллионов тенге – это очень большая нагрузка, будем говорить так. Теперь, что касается среднемесячной зарплаты, вы сказали, на 27% поднялось. Это благодаря тарифам, да, я так понимаю? Да. Если в прошлом году средняя была 180, в этом году 231 тысяча, ну и это невысокая зарплата, я так скажу, на том предприятии, где у вас сейчас трудится порядка, сколько у вас там? 600-800 человек? 700-600. Вот, более 700 человек. Поэтому, конечно, нужно тоже думать об этом. Теперь, что касается мазута, который требуется, надо приобрести, вы его должны заложить. А чтобы приобрести мазут, ему, Виктору Владимировичу, нужно собрать долги. Поэтому нужно помочь этому предприятию. Кстанайская теплоэнергетическая компания включает в себя три котельных и две тепловые электростанции. Общая протяжённость линии составляет 249 километров. Основным топливом для теплоисточников является природный газ. Задолженность за него превышает 100 миллионов тенге. В качестве резерва в компании предусмотрен мазут. Всего на хранении находится более 4 тысяч тонн такого вида топлива. Впервые в текущем году были выделены бюджетные средства на проведение теплоизоляции тепловых сетей. Где на сегодня завершается работа на 7,5 километров внутриквартальных сетей. По факту уже 7,52. То есть 99% уже заизолированы. Реализация данных проектов позволит снизить износ тепловых сетей, уменьшить тепловые потери и аварийность. А также улучшить качество теплоснабжения и горячего водоснабжения. По подготовке к отопительному сезону 2023-2024 годов проводятся все необходимые мероприятия. ТЭЦ и котельные готовы к подаче тепла потребителям. Основные ремонтные работы на тепловых сетях завершены. Руководитель КТЭКа обратился к жителям города с просьбой о погашении задолженности перед компанией. Так как именно своевременная оплата коммунального счёта влияет на качество предоставленных услуг. Айдана Папанина, Алексей Руденко, телеканал Костанай.